Суровые времена оставляют неудел даже производители нефтепродуктов. Более 150 сотрудников компании ДИТЭКа вынуждены либо остановить деятельность, либо работать фактически бесплатно. В конце прошлого года у предприятия сменился очередной владелец. Как говорят рабочие, их материальное положение, мягко говоря, ухудшилось. Все было хорошо. Зарплата вовремя, авансы. То есть все было нормально, стабильно. Но с приходом нового собственника ДИТЭКа посыпалось все. Все. Зарплаты стали задерживать. Первый раз задержали на два дня, потом на месяц. Сейчас вообще не выплачивают. Уже за три месяца нам должны зарплаты. К слову, высокой зарплатой сотрудники ДИТЭКа похвастать не могут. Небольшой оклад и премии, которые и без того выплачивали нечасто. Ко всему прочему, в октябре персонал, вплоть до операторов и слесарей отправили на удаленку. Работникам высылают платежки, а денег нет до сих пор. Напрямую с директором мы не общались, но со слов начальства, то есть завтра, послезавтра, на неделе. Теперь уже звучит 15 декабря, что будет выплата. Ну, уже как бы веры нет. Потому что люди реально стоят, они по три месяца уже получают зарплату. У всех у нас дети, у всех у нас есть платежи по квартирам и так далее. Все мы их просачиваем и платить-то не с чего. Кормить детей самим, кушать-то хочется. Что делать-то нам в этой ситуации? Мы просто не понимаем. Как нам стало известно, новый генеральный директор ангарского предприятия Мария Ваганова в Ангарске не проживает. Руководство нефтехимическим производством фактически осуществляет ее заместитель. Правда, не из цеховых кабинетов, а из отдельного офиса. Из открытых источников удалось выяснить, что юридический адрес компании Дитека находится прямо здесь, в здании бывшего детского сада. Попробуем поговорить с начальством. Руководителя на месте не оказалось, на звонки никто не отвечает, а кабинет, судя по всему, пустует уже давно. Как сообщили на вахте, предприятие, ко всему прочему, задолжало владельцам здания арендную плату. Кстати, насколько в действительности платежеспособно новое руководство Дитека, сейчас проверяют правоохранители. После очередного обещания расплатиться, один из работников обратился в прокуратуру. С целью защиты трудовых прав работников прокурорам города внесено представление в адрес руководства предприятия. В адрес гражданина, который обратился к нам за защитой трудовых прав, направлено заявление о внесении судебного приказа. А также прокурорские материалы, направленные в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 145, прим. 1 Уголовного кодекса России. На сегодняшний день компания должна рабочим около 20 миллионов рублей. В среднем каждому сотруднику за несколько месяцев работы должны выплатить по 100 тысяч. Александр Вычков, Олег Левченко, Владимир Селиванов. Местное время. Александр Вычков, Олег Левченко.